Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Никогда не понадобится А в других местах Это будет просто, знаете Это будет ещё один Слушай, не надо париться Не надо платить за силикон В разных местах Один невинный поцелуй Представляешь, у неё что будет? Ой, ясно Подними майку А вдруг, закончив институт... Да глянь, какие у них там цветы! Что вы хохочете у вас не больше? Что вы хохочете? У нее точно не больше. А ну-ка ты поиграй. А что? А давайте квартет. Под музыку. Под песню девочек, да. Так нельзя говорить. Во-первых, я прожил с женой 47 лет. Она умерла. Она умерла. Ну, естественно, поскольку были контакты какие-то и при жене, так что без нее-то вообще очень должно быть. Какие-то у вас контакты были при жене? Ну, какие-то такие, Рос. Рос, какие у вас бывают. У меня не бывает. Вот так вот. Не только ты все знаешь про шоу-битность. Да-да-да. Это вы зря сказали, ладно. Злая татарка мстительная. Я думаю, что у вас не хватит злости на то, чтобы выполнить свое обещание себе теперешнее. Смотрите, я о чем хотела сказать. Роза развелась. Молодая, хорошо выглядит. Богатая. Очень любит. Очень любит. Вот все. Вот это все, что связано с этим сексом. Все это она любит, умеет. Не знаю, как в работе, а в этом деле ручки золотые. Моя мама вдавила, когда я была 60 лет. И, ну, я это гехидная. И вот я ей все, женихов. Я говорю, мама, может, за мной. Ой, Боже, сохрани. Вот это она говорит, нажилась, нажилась. Но вот маминой подружки, допустим, все повыскакивали на седьмом десятке. Мало того, там такие страсти у них. Я иногда подслушиваю там под дверью, о чем мама говорит. Там кто-то у кого-то увел, а сестра приехала на похороны еще. Похоронить не успели. И сейчас с ним живет. И я прямо вся в ухо превращаюсь. Думаю, Боже мой. Это же клево. Представляешь, вот мне будет тоже там уже за 60. И мы с тобой будем об этом говорить. Поэтому давайте так. Жизнь продолжается. Жить это здорово. Не будем никого хоронить. Не будем считать не наше это собачье дело. Кому сколько осталось и как осталось. Поэтому будем искать. Хотите молодую? Молодую. Зажигалку умную, чтобы клево выглядело. Такую, как роза. А вот вам нравится, Татьяна? Честно сказать, я вот вижу, что она хочет сама быть любимой. Да, так? Да. Ну вы же не мама, да? Не сможете быть мамой? А вам прямо мама нужна. Мама-мама, а как же? Из одних рук взяли, другие надо. Мне, конечно, нужна мама. Ну вот вы мне, например, подходитесь. Вы мама? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну повстаньте. Я вам поздравляю. 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 Снимите поздравления. А что? Вот я подхожу, да? Да. А чем? Потому что у вас есть ребенка? Две штуки. Штуки? Ну как можно? Два человека. Две штуки, я бы даже сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и вы... Он меня поспит и так поглаживает. Я обожаю. Я по привычке... Не, вам нравится что ли? Очень. По какой привычке? Привычка, когда с девушкой иду, я всегда ее поглажу. А она тоже меня поглаживает. Мало того, он еще говорит, еще обнюхивает. Для него очень важен запах. Да, да, да. Я курю. Я курю. А, нет, тогда не пойдет. С вашими дядьками поразговаривать. Как вы считаете, Юля может в вашу семью войти? Честно, говорите. Вот что у вас общего, допустим, с ней, помимо стрипрейсинга? Правильно я сказала? Стрип... Нет, стрип... Стрипрейсинг это, наоборот, не общий момент. Слушай, это же новое направление. Стрипрейсинг. Ну да, как это называется сейчас? Стрипрейсинг. Стрипрейсинг. Так они по улицам, а стрипрейсинг. Представляешь, это едет в машине топлес. Ой, что я не скажу? Все в десятку. Показать, как это делается. А ну, выскочь и покажи. Музыку, музыку, пожалуйста. Давайте посмотрим. Ничего себе. Ничего себе. Какое неожиданное развитие событий сегодня. Это какой-то, какая-то есть? Давай, танцуй какой-нибудь. Иди тоже. Подвигайся. Подвигайся. Подвигайся сейчас. Учитесь. Какая харизма. Купер. Молодец. Молодец. Браво. Ребят, я в Мексике захожу в аэропорту в бизнес-класс. Очень нетрезвая, потому что были тяжеленные гастроли. Устала, как собака. Она такая, раскрасневшись. В трениках, в угах. Прихожу к бару и говорю мне там, текилу с этим. Он говорит, паспорт. Я говорю, зачем? Он говорит, паспорт. И я вдруг зарделась от счастья. Я его чуть не поцеловала. То есть у них это практика нормальная. До определенного возраста. И я вдруг вся так подсупонилась, спинку выпрямила, свела на резкость, навела на него. Я говорю, я сейчас. И как девчонка махнула там в соседнюю куку. И прямо паспорт ему показала. Он посмотрел. Я взяла. Знаешь, как приятно. Думаю, боже мой. Наверное, выгляжу на 14. Так что приятно быть девушкой иногда. Нет. Ну это тебе нет. Ты родилась бабушкой уже. Хорошо. Нет, девочка, все зависит от отношения. Нам с покойным Ильей на свадьбу надарили деньги. На холодильник, на все. Те времена, когда все было в дефицит. Мы спали с ним на полу. Он завалил меня шмотками. У спекулянтов тогда покупались. И почему-то купил мне туфли 36 размера. Жутко дорогие. Я говорю, Илья, а как же я буду в них ходить? У меня 39-40. Он говорит, девочка моя, а мы вырежем, где пальцы у тебя, и ходи по дому. И он вырезал ножом, там, где мои пальцы. И у меня мои лыжи. Просто, знаешь, половина ноги была у меня босая. Я шли в полу, половина ходила на каблуке. Это отношения. И как в войну мы продукты все-таки за окном вешали. У нас не холодильник, но его куколка была вся в джинсе, в варенке. И у меня еще был двухкассетник, магнитофон. Вот это круто. Это любовь. Послушайте, на меня смотреть не надо. Это жутко. Я когда приехала в Тбилиси, накрыли стол, то уж меня не хотели. И я жуя, первый тус сказала, Калбатон Жора, это моя тюсть, сказала, знаете, у меня никогда не было папы. Заплакала, сказала, можно я буду звать папа вас? Все, вы обняли, я была самая лучшая самая. Я же такая хитрая. И вы тут. Вот это подкупает. Потом уже я правда его любила, он меня любил, с Артем Небесным. Я была самая любимая. Но сначала я видела, как они все сели и ждали, что это русская артистка с такой биографией все же прочитала. Боже, ужас. Так после этого возникла идея этой программы. Может, это лучше, чем бы они вас сначала приняли, а потом бы за спиной что-то сказали. Никто меня не принял. Я у Ининидзе ночевала в соседнем доме, прожив уже с Кахой два года. Я уже с ребенком приехала, с Георгием. Кто меня принимал? О чем вы говорите? Им пришлось принять. Ну, о чем вы говорите? Бегали по друзьям. А потом же, когда с ребенком, уже я ему как, вот так сказала, Натя, назвала в честь, во-первых, ребенка, в честь деда, Георгия. Тоже такой политический такой ход. Конечно, обязательно. Куда без этого? Меня слышите? У меня заключается мой сюрприз. Это в том, для своей любимой девушки я готов готовить каждое утро завтраки. То есть и каждый раз эксклюзивно. Потрясающе. Чтобы она была не только длинная, как жир, но еще и толстая. Правильно. Вам именно это и нужно. Именно этот сюрприз. Да прямо в рот ей дайте. А молодец. Рук есть отказалась, не доверяет. Какая прелесть. А что на языке знаков, Василиса, в первый день знакомства означает яйцо? Разбито. Ты знаешь, у нас программа все-таки 16+, но не 48+. Потому что мне кажется, что... 48 и можно хоть с переводом объяснять, что-то хоть они уже забыли по-любому. Понимаешь? Поэтому... Не важно, да? Не важно. Не могу. Вот первый раз я просто в замешательстве и не могу никак проинтерпретировать. И я заставила вас досомневаться и задуматься, Василиса. А то все умничает. Спасибо, мой дорогой. Вася, хотите приступы откровенности? Я старший мужа на год. Я состоявшаяся, я зарабатываю, я хороший хозяин, хороший мой. Я сегодня утром выхожу, вот он сидит в трусах, вот так вот чешет. Он мне говорит, ты что, постриглась? Я говорю, тебе надо в клинику худеть. Я знаю, что мне надо худеть. Я знаю, что может быть и стрижка мне уже, понимаешь, что так, ну не по возрасту. Но ему можно вот распустить в трусах, вот чешет, понимаешь? А мне худеть надо. Стрижка у меня дурацкая, плохо я выгляжу. И вообще мне нужно спортом, мне надо заняться. Вот хочется сказать, на себя бы посмотрели. Это приступ не откровенности, а самоуничижение. Причем совершенно зря. Да я все знаю про себя, понимаешь? Ну вот так вот. Они себя не видят, они не смотрят себе в паспорт. Это у нас морщины, все там себе вырываем, вырезаем. Все что-то себе замазываем. У них нет. Они же вдруг здесь сейчас найдете. Что говорят, восстанка просто жуть какая-то. Да что-то кишит привидениями, каждая мы их видим. Вы знаете, Лариса, я сейчас как раз хотел об этом предложить. Вот померить розу. Вот, ё-моё! А что все наобъем? Да, нам татаро-розу. Давайте на меня померим. А давайте Ваше померим. Нет, правда, что мы вечно розу-розу-розу-розу-розу-розу-розу-розу-розу-розу-розу-розу. Я думаю, что наша аппаратура сейчас реагирует, правда. Слушай, какие шарлатаны, по-моему. Не-не-не-не-не-не-не, очень серьезные ребята, что-то. Я вот прямо отсюда вижу приборы рабочие абсолютно. Посмотрите, какая у вас аура, как зашкаливается. Но где? Покажи, не вижу. Да вот, вы посмотрите, как значения резко меняются. Слав, такое ощущение, что в аномальной зоне находимся. Каковы границы? Аура от тела занимает определенное пространство. Вы понимаете, тут прибор реагирует на определенные физические поля, настроенные на человека. Поля настроенные на человека. Грядки. Еще что-то. Я хочу сказать, у Ларисы достаточно очень сильное излучение идет на волевом центре, на уровне солнечного сплетения. При этом она достаточно очень творческий человек. Да-да-да, поправляет. И, знаете, надо вот душевность свою как-то вот привлекать. Они будут знакомы с родителями. Буду, но... Ну вот, она вот, смотри, она пришла. И так, раз, платьишко. Она дура, что ли? А так на спор. А что, дура, не дура? А делала же это. Нет, нет, ну... Димка Нагиев, гад, ему надо, конечно, предъявить за это. В своих воспоминаниях в каком-то там из глянцевых журналах написал, что я, будучи студенткой, могла на спор с первого по четвертый этаж тоже вот на Гая пройтись. Да, Лариса. Мне было сколько лет. И что? И было, что показать. Ничего мне это не мешало потом выходить замуж и делать карьеру. Конечно. Все это ерунда. Я понимаю, ни одна девчонка не будет ластаться в этих стриптиз-клубах просто за интерес. Поэтому, если будете любить, если будете жалеть, захотите детей, наверное, все-таки заберете. Ну, что хорошего-то там. Шест холодный, вот этими придатками по нему там. Я уверен, заберу. Не лозит сама, что скажет. Засудит. Поэтому забирайте, если полюбите. Покорить и приручить такую женщину, вот это, наверное, самое большое достижение в жизни. Ну, вы такой, что вы должны женщину приручить, приучить на животное, что ли. И приручить, а как? Так в этом кайф, когда сильная женщина и ты делаешь ее женщиной. Лариса, 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 куда испугался? Потому что у нас уже третий жених, и он понимает, что два первых ему категорически понравились. А я хочу сказать, правда в том, что даже женщина, находясь с такими мужчинами, как ты, зачастую оргазм имитирует. Кто носит имя Ричардас, тому любая баба даст. Все для него, главное, чтобы он... Ну, клево с ним в воскресенье так купить, как раньше, пиво, рыбки на кухне. Сидишь, бывало, так в трениках. И белые розы. А за окном, правда, белые розы. И подружки. Клево. А окна открыты, и все наслаждаются. Вот это жизнь, а вот это счастье. Спасибо!